События хороших новостей, совместный проект Санкт-Петербургского дневника и экспо-форума. Мы продолжаем свою работу на Международном Петербургском форуме здоровья. И одна из основных тем двухдневного большого вот этого вот мероприятия – это медицинский туризм. Для меня, например, тема абсолютно новая. Сейчас более подробно поговорим о том, что же это такое, с Юлией Александровной Шкулевой, директором Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Александровна, я не буду долго ходить за вопросами. Расскажите нам в двух словах, что же такое именно медицинский туризм? Спасибо большое за ваш вопрос. На самом деле, да, сегодня это очень интересная тема. И многие действительно не понимают суть фразы «медицинский туризм», что это такое. Медицинский туризм – это такое широкое понятие. Оно довольно-таки недавно приобрело известность и стало в обиходе среди и турфирм, и туроператоров, среди медицинских организаций Петербурга, в том числе, и вообще России в целом. Под «медицинским туризмом» мы подразумеваем туризм с целью прохождения лечения в каком-то городе, плюс знакомство с историческими местами, с достопримечательностями. Что важнее в таком туризме? Я приехал сделать операцию, а заодно еще посмотрю Эрмитаж? Или я приеду посмотреть Эрмитаж, Невский проспект, Петергов, а заодно что-нибудь полечусь? Тут на самом деле все в совокупности, потому что у нас каждый пациент выбирает для себя именно определенный город, если речь идет о городе, именно о Петербурге. Ну и выбор, конечно же, всегда происходит и связан с качеством медицинских услуг, которые у нас предлагает Петербург, сервис, цена вопроса, соответственно, и в целом, что можно посмотреть в нашем городе. Поэтому Петербург на сегодняшний день является очень привлекательным направлением для посещения иностранных медицинских туристов и региональных в том числе. Юлия Александровна, что сейчас, сегодня, в этом году, нового может предложить Петербург? И, наверное, как раз в рамках форума предложит. В целом Петербург, вы имеете в виду, по данному направлению, да? У нас сегодня в экспофоруме проходит Петербургский международный форум здоровья. Данное мероприятие будет проходить с 4 по 6 число. И в рамках данного мероприятия у нас запланировано два очень интересных события. И, с вашего позволения, немножко вкратце расскажу. 4 октября сегодня в экспофоруме планируется мероприятие, которое называется Medical Tourism Hub. Это уникальный, но новый формат мероприятия, который уже получил поддержку Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации. И в чем же заключается его уникальность? Уникальность заключается в том, что сегодня на площадке экспофорума мы собрали врачей, экспертов по разным медицинским направлениям, которые в режиме реального времени будут рассматривать медицинские кейсы, которые поступили от иностранных агентств. По направлению онкология, ортопедия и по другим направлениям. Соответственно, итогом данного мероприятия станет освещение в СМИ медицинского потенциала нашего города, бренда врачей. И вообще в целом данное мероприятие, оно создано, чтобы поднять имидж здравоохранения России. Потому что, как мы все знаем, на слуху у всех есть лечение в Германии, лечение в Израиле. Но мало кто знает, что у нас в России тоже есть именитые врачи, действительно светилы, которые своими руками творят настоящие чудеса. И задача Комитета по развитию туризма и Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма продвинуть имидж здравоохранения Петербурга, сделать так, чтобы о нас услышали, чтобы услышали о наших клиниках, о центре Алмазова, о вонкологии имени Петрова и о других наших городских клиниках в том числе. Поэтому мы проводим такое уникальное мероприятие впервые, как раз в рамках Петербургского международного форума здоровья. А второе? Второе мероприятие мы планируем завтра, 5 октября. Это экспертный форум по медицинскому лечебно-оздоровительному туризму. Он пройдет у нас с 10 утра до 5 вечера. Состоит из трех частей. В данном мероприятии у нас будут принимать участие иностранные делегаты, которые уже давно работают по направлению медицинского туризма. Мы пригласили экспертов в данной сфере из таких стран, как Иран, Ирак, Казахстан, Узбекистан. То есть в основном это наши дружественные страны. Это те страны, на которых как раз-таки ориентирован сейчас рынок медицинского туризма нашего города. Потому что на сегодняшний день самый большой поток иностранных туристов поступает к нам из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Ирана в том числе. Поэтому мы привлекли в данном мероприятии к участию именно экспертов данной области, кто непосредственно занимается отправкой пациентов из своих стран к нам в Россию на лечение. Если говорить как раз о тех странах, откуда люди сегодня к нам приезжают. Но вы уже их перечислили. Стоило и предположить, наверное, что большинство будет это страны СНГ. Да. Я всегда считал, ну такое было у меня впечатление, что медицинский туризм это, например, привилегия Белоруссии. Туда ездили петербуржцы, довольно долго ездили. И зубы лечить, потому что дешевле, и в санатории белорусские, потому что дешевле. А качество ничуть не хуже. Сейчас я смотрю по программе, что наоборот из Белоруссии уже едут в Петербург с той же самой целью медицинского туризма. Что такое произошло? Или это какой-то адекватный обмен взаимовыгодный? Все верно. Это некий такой адекватный взаимовыгодный обмен. Как раз вот суть туризма, да, она заключается в том, что мы выбираем клинику там, где хотим еще совместить лечение с отдыхом. Поэтому те, кто предпочитает отдых в Белоруссии, да, учитывая то, что там цены довольно-таки лояльны, они едут туда за санаторно-курортным лечением, либо обращаются к стоматологам. Также и дела обстоят с Петербургом. Петербург тоже очень востребованное направление среди иностранных туристов и региональных в том числе. Если говорить о том, зачем сегодня приезжать в Петербург, да, ну вот что наиболее популярно и что действительно требует, востребовано? Вы имеете в виду, востребовано по направлению, по медицинскому? Да. Зачем именно с точки зрения медицинской приезжают туристы по этому направлению? А если рассматривать именно медицинский туризм как целый пакет услуг, который включает в себя экскурсионные программы, то, как правило, за медицинским туризмом в Петербург приезжают пациенты с легкой тяжестью заболевания. Ну, что я под этим подразумеваю? Это, например, проведение чекапов, стоматология, либо какие-то обследования нужно пройти пациенту, да, когда у него нет какого-то сложного заболевания, и он действительно может совместить и такую какую-то легкую процедуру прохождения в Петербурге, да, с просмотром и изучением культурных особенностей нашего города. Если рассматривать более тяжелых пациентов по онкологии, например, там, конечно, им уже не до осмотра исторических достопримечательностей нашего города. И они тоже будут считаться медицинскими туристами? Да, на самом деле, вот они тоже входят в это понятие. Приехать на операцию и приехать как медицинский турист? Оно все в совокупности, но мы же сами понимаем, что, наверное, очень грубо в это понятие включать тяжелобольных пациентов, да, которые проходят лечение, они едут все-таки, выбирая Петербург, именно за нашими врачами, которые действительно рукасты, могут им помочь. Но мы тоже вкладываем, скажем так, такую поездку в это определение, в понятие медицинского туризма, потому что все равно пациент приезжает к нам из другого региона, либо из другой страны. Там, у себя на земле, иностранец, который хочет приехать к нам, ему предлагается именно медицинский тур, именно как тур? Или он все-таки это некая самостоятельная история по оформлению и лечению здесь? Тут есть два варианта. То есть если это какое-то тяжелое заболевание, например, онкология, которую мы с вами рассматриваем, то, как правило, это не тур, потому что пациенты обращаются к конкретному специалисту, узнают об этом специалисте, специалисты благодаря астрофанному радио, через знакомых, либо через сайт интернета обращаются, направляют выписки, изначально договариваются о встрече и приезжают в наш город на лечение. Что касается тура, как раз то, о чем вы говорите, у нас есть такое понятие в медицинском туризме, которое называется медтурпродукт. Под этим понятием мы подразумеваем, например, проведение чекапа, обследование организма в Петербурге, плюс просмотр наших достопримечательностей, посещение Эрмитажа, либо еще предоставление каких-то... Я могу там, будучи в Ираке или в Казахстане, прийти и купить вот такой тур с чекапом и посещением достопримечательностей? Или такого нет, сформулированного единого как бы пакета для... Эти пакеты мы сейчас как раз разрабатываем на базе агентства, и в ближайшее время мы планируем их продвигать. Но это именно такие пакеты услуг, которые подразумевают, например, чекапы, стоматология, плюс, там, не знаю, экскурсия, проживание в отеле, либо еще что-то. А что касается вот именно лечения тяжелых заболеваний, это, конечно, уже это не пакетные туры, это вот нужно напрямую обращаться в наши клиники, к нашим врачам. Юлия Александровна, если говорить о санаторно-курортной отрасли в Петербурге, многие объекты, они, к сожалению, морально и физически устарели. Есть у нас и хорошие санатории, но при этом сразу вспоминаем о высоких ценах. Конечно, скорее человек поедет, тот же россиянин, поедет в Белоруссию отдыхать или еще куда-то, где будут более низкие цены при аналогичном или даже лучшем качестве обслуживания. За счет чего наша курортная отрасль, может сегодня, петербургская, да, рвануть вперед, что называется, привлекать сюда пациентов, привлекать медицинских туристов. Есть ли у вас такие наработки? На самом деле, мне кажется, это все дело вкусовщины, потому что кто-то предпочитает отдых на берегу Финского залива, среди хвойных лесов, и, естественно, они выбирают наши санатории, которые находятся у нас в курортной зоне. И тут уже, на самом деле, кто что хочет. Кто-то хочет ехать в Белоруссию, кто-то хочет посетить Петербург, проживая в санатории, получается, у нас в курортной зоне, и у них есть возможность посещать и сам центр нашего города с целью осмотра каких-то достопримечательностей. Естественно, в сегодняшний день для каждого туриста по его кошельку мы найдем тур. То есть у нас абсолютно разные санатории, их более 40 у нас в Петербурге, и на любой выбор, вкус мы можем подобрать подходящий номер и предоставление медицинских услуг. С чем можно обратиться непосредственно к вам в агентство? Частное лицо может к вам обратиться в поисках какого-то варианта проведения с пользой времени в Петербурге? Да, конечно. Мы тоже занимаемся подбором лечения в Петербурге, предоставляем и такие вот пакеты, о которых мы сегодня с вами разговаривали, медтурпродукты, медтурпакеты, которые подразумевают совмещение и лечения, и отдыха. Также к нам обращаются пациенты из других стран и регионов, чтобы мы им помогли, если они не русскоговорящие, чтобы мы им помогли подобрать переводчик, организовали трансфер от аэропорта либо от вокзала до клиники, помогли им с проживанием, нашли подходящего врача, помогли также с переводом выписок. И всем этим занимается наше агентство. Есть ли какая-то статистика по медицинскому туризму? Ведете ли вы ее? Да, эту статистику ведет у нас Комитет по здравоохранению Петербурга. И на сегодняшний день, вот в 2021 году наш город посетило более 80 тысяч медицинских иностранных туристов, в 2022 более 109. И если смотреть статистику за последние 9 месяцев, 2023, то уже наш город посетило более 79 тысяч медицинских туристов. В основном это, конечно же, туристы из стран СНГ. Если говорить не о странах СНГ, а все-таки о дальнем зарубежье, едут ли к нам, тем более вот в нынешних таких условиях, там войны санкций бесконечной, едут ли к нам люди, например, из Израиля из того же, или из Германии, из Европы вообще в целом? Потому что, с одной стороны, насколько это все несложно сделать, а с другой стороны закрадывается вопрос, но ведь у них же там медицина считается традиционно лучше. Это мы... Но у нас сцены ниже. Да, вот. Есть ли такие факты, и зачем тогда из Европы приезжают в Петербург по линии медицинского туризма? На самом деле из Европы к нам прям был большой поток иностранцев. Вот именно во времена, до начала 2020 года, до пандемии, когда у нас было в Петербурге открыто паромное сообщение, и, как вы знаете, у нас есть безвизовый режим нахождения в России до 72 часов для паромных туристов. И вот как раз-таки вот эти паромные туристы у нас проходили за этот промежуток времени все необходимое обследование, которое им нужно было. И вот как раз, скажем так, до начала 2020 года медицинский туризм в нашем городе очень активно процветал за счет именно вот стран... Ну, точнее, за счет пациентов из стран Европы. Точнее, ну, вот вы помнили. А на сегодняшний день, конечно, мы стали более такой закрытой страной, и к нам, если обращаются пациенты, то это наши соотечественники, которые проживают в Финляндии, в Эстонии, в странах Прибалтики, в целом, потому что у нас действительно цены гораздо ниже, а качество услуг ничем не хуже. Зачем обычно ехали-то? За какими услугами? В основном стоматология, обследования, различные МРТ и диагностика, потому что у нас прохождение вообще диагностики в целом, сдача анализов гораздо ниже по цене. И для иностранных туристов также еще привлекательно выбрать именно наш город, да, вот с точки зрения локации, если мы рассматриваем Финляндию, страны Прибалтики. И, конечно же, нужно учитывать, что для них, у них в странах есть большие очереди для посещения специалистов. У нас, получается, стоит только пересечь границу, и они без очереди за небольшие деньги могут пройти те же самые услуги в наших клиниках. То есть и выгодно, и качественно, и результаты, которые они получают в ходе своих обследований, допустим, они тоже могут иметь международное признание, да, значение, они с этим документом уже дальше, с этим МРТ, могут дальше проходить лечение непосредственно у себя дома. Что вы сегодня предлагаете на форуме, прежде всего, ваши фишки какие-то? А наши фишки, в целом вообще роль нашего агентства заключается именно в продвижении имиджа Петербурга как направление по медицинскому туризму. Медицинская столица России. Да. Плюс культурный. Поэтому, конечно же, наша задача с помощью Комитета по развитию туризма проводить различного рода мероприятия, выставки, конференции, вебинары с целью освещения медицинского потенциала нашего города, чем мы, собственно говоря, активно сейчас занимаемся. Я желаю вам удачи и всяческого продвижения на этом рынке нашего замечательного города. Прямо хочется с гордостью приехать в какую-нибудь другую страну и сказать, а я из Петербурга, а чтобы мне на это ответили, о, и Эрмитаж, санатории и прекрасные медицинские обследования. Юлия Александровна, удачи вам, всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.